Добрый день дорогие мои друзья и подписчики! Сегодня на моем канале включение о том, как лжепродюсеры используют талантливых и порой наивных и неопытных музыкантов, композиторов, артистов в целях наживы. Я бы хотела, чтобы вы понимали и разбирались в новых тенденциях шоу-бизнеса, а также черного шоу-бизнеса, которые, без сомнения, уже появились и дают свои плоды на территории постсоветского пространства. Благодаря интернету и благодаря глобализации многие тенденции, творческие, креативные, а также негативные, скоро становятся реальностью. На моем опыте мне случилось уже попадаться на удочку мошенников в области шоу-бизнеса и в английском языке их называют users или crooks. Это две категории. Люди, которые и тобой пользуются, users и crooks. Это те, кто просто откровенно уже наживаются на артистах, которые по каким-то причинам пока еще не следующий в области шоу-бизнеса или в области авторских прав. Ну и поскольку каждый из нас, будучи молодым артистом, хочет как-то пробиться, заявить о себе. И, кстати говоря, в нашу студию приходит масса звонков и пишут люди и оставляют сообщения на веб-сайте, о том, как они желают попасть в Америку и посотрудничать с продюсерским центром. И вы знаете, что уже у меня существует несколько видео, посвященных тому, какие бывают продюсеры, что необходимо продюсеру, чтобы начать работу с вами. Но об этом сейчас я не буду говорить. Я бы хотела сегодня сфокусироваться именно на тех аспектах, которые любой начинающий артист, молодой музыкант или композитор, или аранжировщик, который только что представляет свой талант в большом мире, на большой сцене или в шоу-бизнесе, чтобы вам обязательно необходимо учитывать и знать, чтобы не оказаться жертвой юзеров и крукс, то есть мошенников и тех, кто просто нагло вами хочет воспользоваться. Итак, моя первая встреча с таким лже-продюсером произошла в 2010 году, когда у меня вышел мой проект, у меня вышел мой шансон-диск, за который я заплатила немалые деньги, и мне это было нелегко сделать, потому что, конечно же, не у всех из нас есть спонсоры или богатые родители, или какие-то предприятия, которые нас спонсируют, то приходится все зарабатывать самому и потом, в общем-то, инвестировать в свой талант и в свое собственное продвижение. Это ни для кого не секрет. Так вот, мне написал такой продюсер, тоже американский, русскоговорящий продюсер американский, как многие это здесь делают. Они представляются такими известными, такими крутыми, и зачастую они ставят в своих профайлах, ну как это водится, ну как же без этого, в профайлах своей красивой машины, крутые какие-то дома, или где-то он отдыхает так круто, и все у него так весело и счастливо в жизни происходит. Это во многих очень сейчас раскрутках используется, не только в музыкальной сфере. Наверняка вы видели, как подписывают людей на какие-то семинары, как обещают им за короткий срок их научить какой-то профессии, которая сделает их такими же богатыми, как вот этот вот спикер, который сейчас собирает группу. И обязательно по всему стереотипу обязательно должно быть, чтобы у него был крутой дом, крутая тачка, золотые часы. Ну, золотых зубов пока еще не надо, но, наверное, скоро уже и золотые зубы появятся, или что-нибудь такое, что еще усилит их вес, весомость их профессионального знания и востребованности для показухи в интернете. Так вот, купившись на такую удочку, я пошла на переговоры с этим продюсером, который мне предложил, в общем-то, реальный контракт. Он сказал, что за небольшую сумму, это как в 10 тысяч долларов, я получу возможность пропиарить свой нововышедший диск шансона в 60 странах мира, как он сказал, и 60 стран мира будет стриминг, будет мою музыку играть и увеличится сразу моя фанбейс, и все это будет прекрасно и в шоколаде. Ну что ж, думаю, денег у меня таких нет, потому что я только что уже вложила практически такую же сумму для того, чтобы записать альбом, и поэтому я ему так и сказала, говорю, очень приятно с вами было познакомиться, спасибо, но на этом, в общем, наше, наверное, сотрудничество будет прервано. На что он сказал, окей, тогда ты, значит, мне бартером, ты мне выступишь на каких-то мероприятиях, и я тебе за это, как за тоже бесплатные выступления, вот ты мне бесплатно выступишь, а я тебе вот продвину этот контракт, с тобой подпишу. Ну хорошо, тогда я подписала этот контракт, он меня поставил, а теперь слушайте внимательно, вот что значит неопытные артисты, которые в России сидят зачастую, как я, в Санкт-Петербурге, вроде бы такая вся уже с компьютером, с продвинутыми идеями, и при этом я, например, в тот момент не знала, что такое iTunes, он только-только-только появился в России, он не был популярен, мне даже приходилось искать, как его поставить на свой Windows, вот. И, пожалуйста, как только ты чего-то не знаешь, у тебя есть крючок, на который тебя цепляют, и меня подцепили на этот крючок, и он мне подписал этот контракт, поставил всего лишь, представляете, если бы я отдала 10 тысяч тогда, поставил мою музыку на iTunes. Вообще для тех, кто впервые тоже открывает для себя слово iTunes, и такую программу, это сток музыки различных артистов. Практически вам не нужен продюсер, чтобы поставить вашу музыку туда. По-моему, членство стоит 26 долларов, но не 10 тысяч, ну вообще никак. Вот, и вы зарегистрируете свой профайл, поставите свою музыку и будете ждать. Большой минус iTunes, почему я больше с ним не работаю, с этим iTunes. Потому что в iTunes у вас никто не будет покупать музыку. iTunes, опять же, как большой-большой мошенник, уверяет музыкантов молодых, что поставив музыку на нашу платформу, вы бесспорно покажете миру, дадите возможность услышать вашу музыку миллиардам наших подписчиков и слушателей. Ну да, конечно, эти миллиарды подписчиков только у вас там ищут, вот Васю Пупкова из города Энн, они там ищут, чтобы послушать. Но нет, конечно, все ищут Леди Гага, все ищут, я не знаю, там, Димаша, сейчас в последнее время на него все запали. Но это, к слову, на самом деле, пока вы сами не будете продвигать свою музыку другими сторонними путями, на iTunes к вам никто не придет. Поэтому хитроумный iTunes придумал всю эту историю, эту мишуру вокруг вашей фэйм, вашей славы, которую вы там приобретете в этом iTunes, что вы туда ставите сначала свою музыку, потом вы платите им мембершип, а потом вы еще нагоняете туда трафик бесплатно им. И слава Богу, если у вас там в месяц два-три трека кто-то из ваших знакомых купит просто из уважения к вашему таланту, если нет, ваш диск там навсегда, навсегда будет погребен, как Титаник в темных водах океана. Поэтому iTunes там с двух сторон гребет. Он гребет со стороны тех, кто туда ставит, и с тех, кто туда приходит. Потому что те люди, кто приходят, платят деньги, и iTunes тоже получает с них проценты. Дальше интересный аспект. После того, как я подписала этот контракт, и слухом, ни духом не понимала, чем дальше мне может это вылиться, я не видела больше этого продюсера. Я не слышала, не вступала с ним ни в какие дальнейшие взаимоотношения, только по причине того, что у меня не было денег, которые он хотел от меня получить. Я ему стала неинтересна, и дверь закрылась. И аукнулась мне эта дверь только через несколько лет, когда неожиданно я стала выставлять свои песни, купленные, подписанные на меня, значит, в YouTube, и вдруг YouTube мне забанивает мои песни и говорит, это песни не ваши, на них стоит лейбл вот того вот самого продюсера, который не почился, он побежал бегом, зарегистрировал на себя права на эти песни. И теперь YouTube, все отчисления, какие бы то ни было, я думаю, что, может быть, они есть, может быть, их и нет, это сейчас не важно. Важно, что я теперь перед YouTube не являюсь правообладателем этих песен. Вот так меня провели как дурочку, и так проводят как дурачков очень многих артистов в наше время. Вы подписываете какие-то фееричные контракты, которые вам как бы ничего плохого в жизни не делают. Вы думаете, ну, бесплатно же, ну что ж, попробую вот здесь, может быть, здесь свою музыку поставлю. А потом те акулы, которые хорошо знают аспекты правообладания, они переписывают на себя эти песни. И попробуй теперь докажи YouTube, что это песни мои, за них плачены большие деньги, которые я собственным трудом зарабатываю. Практически поспорить с ним уже будет невозможно. Очень интересный аспект, который сейчас record labels, многие, которые здесь существуют в Америке, они уже окучивают Латинскую Америку. И по такому же принципу, я знаю, сейчас перебазировали, сделали свои бранч, свои ответвления на территории постсоветского пространства. И они подписывают себе на record label артистов и музыкантов, в основном композиторов также и аранжировщиков, что очень важный аспект, на то, что эти люди, с ними подписывают контракт на предложение, как бы так сказать, предложение, что record label или вот эти представители или какие-то агентства, они будут предлагать вашу музыку крупным заказчикам. И тоже, естественно, перед вами начинают мелькать доллары, и они объясняют, да ты что, за один такой заказ ты можешь получить от 10 тысяч до 40 тысяч долларов. Это же рекламные какие-то там, Netflix сейчас все эти огромные концерты выходят и ищут музыку. Да, бесспорно, Netflix ищет музыку, но где гарантия, что этот человек вам не врет? И где гарантия, что это большая компания, которая косит косой продукты, уже готовые песни, музыкальные треки, какую-то музыку к фильмам, которые они у вас берут и подписывают на себя, а вы даже не знаете, как оформить и защитить свои авторские права. Да, у вас, вы практически как новорожденный, да, отдаетесь в руки каких-то людей, которые, значит, эти акулы шоу-бизнеса, которые потом с вами делают все что угодно. Они эти песни потом даже могут подписать так, что вы вообще оказываетесь непричастны к роялти, к выплатам вот этим копеечным, которые продюсер или аранжировщик, или композитор должен был бы получать. Вот, понимаете, у меня, например, был случай, когда я тоже бесплатно записала музыку, я сейчас просто не хочу никого, так сказать, в эфире осуждать, но для меня это был очень неприятный аспект. Я записала бесплатно музыку, песню для одного очень известного композитора в Москве. И после этого он выставил через несколько лет, не говоря мне музыку, мою музыку с моим участием в сериал. Песня вышла, все мне отзвонились, говорят, о, Юля, там твоя песня звучит. Я говорю, это не моя песня, мы вместе записывали. Но этот композитор мне даже не предложил какую-то компенсацию из тех денег, которые он получил как композитор этого сериала, вставив мою песню, мою практически сольную работу, которую ему я бесплатно сделала. Поэтому со всех сторон сейчас вы можете ожидать такую атаку на несведущих, неподготовленных артистов и музыкантов, которые все еще живут той вот советской эпохой, что все как бы само собой так решается. На самом деле нет, вас уже высматривают в перископ и уже хотят воспользоваться вашими талантами. Недавно в ВКонтакте появляются какие-то вот такие зазывные посты. Пожалуйста, будьте осторожны с такими постами. В посте написано, я режиссер-пережиссер. Я сейчас буду снимать мощный сериал, там крутой сериал на киностудии Горького. Все уже готово. Вот я ищу композитора на свой сериал. Значит так, пишите мне там в комментариях. Ну, естественно, он ожидает, что сейчас куча композиторов побежит, бегом туда поскачут на конях, чтобы ему свою музыку отдать. И это как и произошло, я посмотрела в комментариях. Он просит выслать 3-4 трека вашей работы, чтобы, так сказать, он рассмотрит ваш стиль работы и по материалам вот того, что он рассмотрит, он вам отпишется или предложит контракт. И тут возникает, вообще если логически начать думать, как вот сам себе адвокат, а какой фильм, о чем фильм, не пишется ведь ничего. Почему именно 3 трека я должен предоставить? Трек на какую тему я должен предоставить? Комедийный сериал, или это экшен, или это триллер, или это любовная драма. Это совершенно другой музыкальный бэкграунд для каждого фильма, правильно? Почему он так вот просто какой-то фильм, какой-то сериал, еще 3-4 трека я ему пошлю. Кто ты такой? На деревню дедушки. И представляете, там тонны людей, которые указывают свои там какие-то контактные данные, свои треки ему туда загружают. И дальше я предполагаю следующее. Эти треки просто берутся, используются. А когда Вася позвонит и скажет, а почему мой трек там звучит в этом фильме, скажет, Вася, вы кто? Вы почему нам вообще сюда звоните? И трубка кладется. И ничего вы не докажете, ребятки. У вас будет очень дорогой суд, если вы захотите с ними тягаться. Потому что там компания, а вы один в поле не воин. И понимая это, пожалуйста, я вас очень прошу. Вот видите, какая у меня экспрессивная речь сегодня. Моя, так сказать, это вот боль души и крик души. Будьте, знаете, не то чтобы осторожны, а осознанны к тому, что к вашему продукту, вашей творческой деятельности. И не давайте возможности этим кругом с этим мошенником обводить вас вокруг пальца, как наивных дурачков. Потому что, понимаете, этим занимаются люди бесталанные. Они делать ничего в жизни больше не умеют. Ничего другого креативного в их жизни не рождается, кроме как обмануть молодых наивных артистов. И у них не пошевелится ни один волос на их голове от того, что кто-то потерял. Понимаете? А для них эти люди, музыканты талантливые, никто. Это просто, так сказать, толпа, которой можно воспользоваться. Я бы не хотела, чтобы вы оказались вот в такой ситуации. Поэтому этот маленький спич был посвящен тому, чтобы вы сто раз проверили, если и с вами подписывают какие-то договора. А чем это вам аукнется потом? Или на каких процентных условиях это происходит? А почему этот человек просит у вас вот такие фри-демо, бесплатные демо, демонстрации? Никогда не давайте целое. Давайте кусочки. Не публикуйте онлайн. Сейчас это воровство просто распространено. Но уже даже не пираты, я сейчас не говорю про пиратов, а говорю про людей, которые занимают посты или создают лжекомпании, чтобы косить косой материал, который, поверьте мне, стоит очень дорого. И поэтому им нужно это раздувать в своей библиотеке и потом эти треки продавать уже за хорошие деньги. А вы даже никогда не узнаете, что этот трек был продан. Стоило вот у меня мой супруг, он тоже занимается музыкальным продюсированием. И он подписал контракт здесь, в Америке. Все легально, все вышкалено, все прекрасно. С какой-то женщиной, которая создает, значит, тоже у нее каталог артистов, каталог музыки. Там тысяча бумаг надо было заполнить. И все казалось бы, все так шикарно. Она пока вот за два года не продала ни одного трека. По крайней мере, так это нам представляется. Но как только в YouTube, опять же, ты ставишь его композицию, я пыталась ее поставить на свои видео как бэкграунд, сразу же приходит копирайт и говорит, нет, вы не можете поставить эту музыку, потому что она зарегистрирована вот в той компании «Рога и копыта». Минуточку. Это его музыка. Я вот точно знаю, что она лично его. Как она может... А она уже побежала и бегом все зарегистрировала. Быстрее, чем сам композитор. Поэтому, первое, регистрируйте свои авторские права в компаниях «АСКАП» и «РАО», «Российское авторское общество». Возможно, каждая другая республика или федерация имеет свои региональные авторские права. До того, как эти права у вас будут зарегистрированы, ни с кем, никакие демо, никуда, пожалуйста, не отсылайте, не идите на поводу. Когда первое восторженное чувство, что вам, наконец, позвонили, или какой-то продюсер с вами что-то хочет подписать, или, не дай бог, вообще не хочет ничего подписать, а просто хочет получить вашу работу бесплатно, или на каких-то якобы бартерных условиях, всегда относитесь к этому скептично. Не открывайте свои объятия людям, которые, возможно, даже не заслуживают вашего таланта. Будьте бдительны, защищайте свои авторские права, особенно сейчас, когда так легко потеряться в этом море, огромное бушующее море информации, видеоинформации, аудиоинформации, куча платформ, и каждый там что-то пытается для себя урвать, для своей платформы, пользуясь нами, творческими людьми. Я желаю вам успеха, и я надеюсь, что у вас этого никогда не произойдет, таких ситуаций стрессовых в вашей жизни, и вы получите максимум возможного, даря свой талант людям, продвигая свою музыку или свои композиции в мире шоу-бизнеса. С самыми благими намерениями, с самыми лучшими пожеланиями к вам была Юлия Полянская, и отвечаю на вопросы в комментариях под этим видео. Не забывайте подписаться на мой канал. Всего доброго!